Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 КАЭС-75, РКИ-52-12. И скажите, пожалуйста, Вы в своих пояснениях указали, что когда Вы обратились с заявлением о приеме на работу на теплоход М-338, Ваше заявление было первоначально одобрено руководством? Да, подпись подставили практически все. Директор, капитан ОМА, капитан-наставник, в том числе и юрист СРПП, Виктор Васильевич. А Ваши квалификации проверялись? Они были достаточными для выполнения этой работы? Да. Каким образом Вы узнали о причинах отказа именно по основанию того, что Вы женщина? Я сейчас не помню, как звали кадровичку, но она что-то невнятное мне сказала, что она не может со мной заключить трудовой договор, так как есть какое-то положение, по которому она этого сделать не может. И уже с профсоюзом моряков мы подняли документы и нашли данное постановление. Ясно. Скажите, пожалуйста, Вам известно, какие меры безопасности, меры, скажем так, охраны труда для снижения бледного воздействия принимаются на теплоходе ОМ-338? Ну, наверное, только наушники. При применении этих наушников как Вы можете субъективно описать, насколько серьезно они защищают от воздействия шума? Я не эксперт, конечно. Нет, субъективно я Вас спрашиваю, как Вы сами чувствуете. Они снижают уровень шума? Ну, конечно, снижают. Хорошо, спасибо. У меня нет больше вопросов на это из-за одежды. Скажите, а Вы в какой должности конкретно работаете? У Вас совмещенные? Да. Капитан и меры меры. Да. А Вы можете показать, какие документы подтверждают, что у Вас именно совмещенная должность на этом снижение? У нас, конечно, нет, должность совмещенной у меня с собой нет, копия трудовой книжки. Еще есть? Нет, вообще. Так, и, пожалуйста, поясните, все-таки по заявленным требованиям Вы просите обязать общество в кратчайшие сроки создать безопасные условия труда на рабочем месте на каком? На рабочем месте ОМ-338. Именно на ОМ-338? Да, я на него подавала заявление. Вы просите заключить, обязать заключить ответчика с Вами трудовой договор. Вот по указанной должности в металлисту на данном теплоходе. Реально? Пояснить тогда, Вы готовы расторгнуть трудовой договор, на основании которого Вы сейчас работаете с капитаном Михайловичем? Если будут созданы условия труда, то возможно. Вы понимаете, возможно, если у Вас требования вытекают из необходимости предоставления Вам рабочего места и заключения трудового договора, суд обязан выяснить, нуждаетесь ли Вы сейчас в этой должности? То есть, Вы утверждаете, что в случае, если Вам будут предоставлены безопасные условия труда, Вы будете расторгать договор, по которому Вы сейчас работаете с капитаном Михайловичем? Скорее всего, я могу пояснить, потому что на данной должности, которой я работаю на НПЗ, судно является гемсовым, а у СРПП суда находится под регистром. То есть, то, что я капитан-механик под гемсовым судном, я не могу дальше дипломироваться, не могу предоставлять справки о стаже плавания, а у СРПП, конечно, я могу это сделать. И дальнейшее. Светлана Валерьевна, поясните, пожалуйста, во-первых, суд истребует у Вас сведения о том, что Вы имеете данное место работы, поэтому копию трудовой книжки с подлинником суд Вас истребует для обозрения. И все-таки четко поясните еще раз для протокола и для всех участников, чтобы было понимание, будете ли Вы расторгать трудовой договор в случае предоставления Вам рабочего места моториста-рулевого у ответчика. И работать в должности моториста-рулевого. Еще есть один? Светлана Валерьевна, пояснилось, что документ, который, по ее мнению, позволяет ей право занимать должность именно моториста, он был, имеется материалом дела с 2019 года, но эти документы у нас тоже имеются. Это свидетельство, на настоящий момент, согласно изменению положения дипломерного члена кипажа-рулевого, не позволяет любому человеку, имеющему данное удостоверение в ВДНР, личным техникум каждой с вами служба, не позволяет занимать эту должность. На момент 2012 года? На 2012 года, да, она могла занимать эту должность, потому что на тот момент были немножко иные требования к членам экипажа судна. Еще раз уточнить, на вопрос представителя ответчика вы пояснили, что документа, позволяющего вам занимать должность, которую вы просите обеспечить вам, у вас нет. Я не знакома с данным постановлением, которое я запрещаю, я его спать не знаю. Положение, а дипломерный член кипажу судна. Возможно, был изменен, но я не в курсе. Да, мы тут сообщаем. Вы поясните, какие документы требуются, может быть, в юстиции эти документы имеют? В вашей дипломе будет диплом капитана, который у нее имеется, мы это подтверждаем. У нее должен быть точно такой же диплома механика. То есть речь идет о дипломе механика? Да. У вас диплома механика имеется? Нет, диплома механика не имеется. Но при этом я хотела бы отметить, что для работы мотористам не нужен диплом механика. Если даже это свидетельство сейчас не действует, то его можно съездить и заменить. Буквально там в течение недели его можно поменять. Не диплом механика, а рабочий диплом моториста. Рабочий диплом моторист – это документы, которые мы приобщили. Но при этом, при всем, Светлана, так было отмечено, для того, чтобы ваши документы приняли, приняла институционная комиссия, допустила поддачу к экзамену, вы должны подтвердить опыт и старшую работу механической трудности. Уточните, пожалуйста, вот если бы Светлана была принята, допустим, в 2012 году на работу, или сотрудники, которые у вас работают давно уже, которые работали на основании свидетельств, допустим, которые были выданы личным техникум, как они в дальнейшем получают этот рабочий диплом? Да, то есть, человек, проработал в этой должности, изменились положения дипломирования, соответственно, в предыдущий период, когда его документы рабочие действия, он работал в этой должности, соответственно, все, что от нас было необходимо, подтвердить ему, так сказать, старшеклавание в этом год, иистот, соответственно, документе приложить кое-как対 к категори Dream договора и ответственный документ на суд и запас безопасного без безысправь, про тоже плана, он самостоятельно ездит в любую аксессионную комиссию, которая состоит из администрации бассейна, комиссия их рассматривает, и если все устраивает, они назначают дату официального экзаменов. Человек сдается в сонный экзамен и получает официальные документы, которые подбиваются на 5 лет. Если человек не работает, то необходимо пройти стажировку. За свой счет. Приходите в предприятии, я хочу у вас работать, но у меня нет документов рабочих. Возьмите меня стажером на такой должности, капитан в суде принимает решение. Возьмёт этот человек и посоветовать, если стажеров нет. Сколько времени длится эта стажировка? Честно, я не могу сказать, там по разным местам разные. Это матрос один месяц. Но это не защитник подбьет? Нет, это до полгода. В зависимости от степени ответственности. Хорошо, спасибо вам. Присаживайтесь. Представитель ответчика, вам здесь принять возможность обсудить вопрос о заключении правого соглашения. Может быть, вы в рамках разрешения заявленных споров можете какие-то варианты предложить истинцы? Сейчас я лично от себя готов этот вопрос обсудить, если мне нужно уточнить с руководством. В принципе, нам её позиция понятна и ясна, в части того, что она хочет работать. То есть, даже не обсуждаем в тот момент, что у вас все планы женщины, что там это запрещено. Мы этот факт тоже признаём и признаём тот факт, что в случае даже если мы решим взять любую женщину, то то есть, мы тем самым нарушим законодательство, например, плановая проверка инспекции по труду внеплановая. Нас за это штрафуют. Штраф 200 тысяч рублей. То есть, мы, в принципе, на это не готовы выйти. Но с другой стороны, в настоящий момент у Светланы действительно отсутствуют объективно те документы. Вопрос к юстиции представителей. Вы готовы обсуждать разрешение спора, например, в том, как предлагают представители ответчика? Я думаю, что это возможно, мы можем обсудить. Это возможно. Сейчас сегодня принимается решение о объявлении перерыва 20 минут. И я попрошу всё-таки, чтобы представители сторон и истиц остались, а прессу, пожалуйста, удалить, чтобы была возможность побеседовать для разрешения спора. Перерыв до разного времени. Пока не будем говорить о том, что СРПП обязуется меня взять на работу, но я смогу открыть диплом механика первой группы. И претендовать уже потом на суд, если у них будет накапливаться. Прошу садиться. Продолжаем. Какие результаты ваших обсуждений? Уважаемый суд, мы полагаем, что заключение мирового соглашения не представляется возможным. Но, тем не менее, мы просили бы суд принять к рассмотрению уточнённые, изменённые исковые требования, которые в какой-то мере направлены как раз на разрешение настоящего дела с учётом изменившихся обстоятельств, с учётом как раз требований к квалификации и тем самым ограничивают возможное время, которое может быть решением суда, если оно будет в пользу моей доверительницы, возложено на ответчика. Соответственно, мы просим, излагаем просительную часть искового заявления в следующей редакции. Первое требование мы оставляем неизменным. Просим признать незаконным и нарушающим запрет дискриминации в сфере труда отказ общества с ограниченной ответственностью Самарское речное и пассажирское предприятие заключить со мной трудовой договор. Второе требование мы излагаем в следующей редакции. Я зачитаю, тогда я сразу поясню, в чём логика. Просим обязать ООО СРПП заключить со мной трудовой договор по должности моториста рулевого при условии предоставления истиции квалификационного свидетельства моториста рулевого в соответствии с положением дипломирования членов экипажей судов внутреннего плавания и наличия свободных вакансий на момент обращения. Требование о последнее обязательство ООО СРПП создать в кратчайшие сроки максимально возможные безопасные условия труда на рабочем месте моториста рулевого на теплоходе АМ-338 посредством обеспечения современными средствами индивидуальной защиты. В процессе обсуждения вопроса о заключении мирового соглашения данные требования Вы обсуждали? Да, нам было интересно о том, что будет предоявлено изменение искового требования в этой части. Вы обсуждали данные требования и вопрос о возможности заключения мирового соглашения по заявлению требований? Ваша честь, с нашей стороны было предложено в мировом соглашении исключить первый пункт в части признания незаконным наших действий в 2016 году, потому что мы не считаем, что мы что-то сделали не соответствующим законодательствам. Второй момент. В части исключить продовой договор с планами мы предлагали изменить этот пункт и готовы были предоставить либо место для стажировки непосредственно на должность рулевого. По условиям труда мы просили уточнить, какие непосредственно нам необходимо выполнить мероприятия, какое там можно закупить оборудование, средства для защиты. Соответственно, естественно, не уточнил данные требования, потому что нам это тоже немножко непонятно. Вы можете уточнить, что вы имеете в виду? Уважаемый суд, я полагаю, что речь идет о приобретении современных, наилучших наушников, которые ограждают от воздействия шума. Это тоже непонятные требования, поскольку суд будет рассматривать дело по заявленным требованиям. И вот такие размытые понятия современные средства индивидуальной защиты, они в данном случае недопустимы, поскольку речь идет именно об условиях труда на рабочем месте. Вы готовы уточнить эти требования, чтобы и суду было понятно, и ответчику было понятно, о каких средствах индивидуальной защиты идет речь? Уважаемый суд, я попытаюсь, но я боюсь, что мне потребуется немножко больше времени, поскольку это связано уже с обсуждением довода по существу. Но я очень кратко попытаюсь объяснить. В моей доверии заявлено, по сути, два взаимодополняющих альтернативных требования. С одной стороны, это признать незаконным отказ заключения трудового договора и обязать заключить трудовой договор, вне зависимости от того, являются ли безопасными условия труда. То есть вне зависимости от того, соответствуют ли они требованиям по результатам проведенной специальности оценки условий труда, поскольку мы полагаем, что это право моей доверительности решать с учетом как раз международный признак гарантии защиты от дискриминации, это право моей доверительности решать то, может ли она, готова ли она работать в таких, условно говоря, вредных, они даже не опасные, они вредные условия труда. И не может быть, она ограничена в доступе к этой работе только по причине того, что условия труда являются вредными, а она является женщиной, соответственно, поскольку мужчины во временных условиях труда работать могут. С другой стороны, дополнительное, альтернативное требование говорит о том, что все равно мы полагаем, что даже если будет возложена на СРКП обязанность заключить трудового договор в данных условиях труда, тем не менее необходимо принять меры к тому, чтобы сделать эти условия труда максимально безопасными. Дальше возникает, безусловно, вопрос, который, наверное, мы ожидаем, что он будет обсуждаться сторонами в процессе рассмотрения дела, но мы примерно понимаем, она уже позиция СРПП в этой части, что такое создать безопасные условия труда. Скорее всего, СРПП полагает, что для этого возможно только замена двигателя, то есть фактически это замена, что будет эквивалентно по стоимости примерно замене самого теплохода, что, наверное, чрезмерное финансовое время для СРПП. Можно ли это считать таким разумным требованием, которое возлагается СРПП? Мы не уверены. Именно поэтому мы полагаем, что, возможно, в данной ситуации, когда для Светланы Медведевой более важно получить эту работу, и она уже, скажем так, реализовала себя как мать, и для нее охрана репродуктивного здоровья не столь важна. В данной ситуации возможно возложение минимального требования на ответчика путем обеспечения средствами индивидуальной защиты, отвечающими современным требованиям. Да, усмотрение ответчика. Я боюсь, что мы более конкретно не можем сейчас. В соответствии с требованиями закона? Ну, в соответствии с требованиями закона, да. Поэтому вопрос возникает. Какие? Соответствующие с санитарным требованиями. Какие? Какие конкретно, понимаете, модель мы не можем сказать. Если бы было усмотрение ответчика, тогда бы вы это решали не в судебном порядке, но с учетом того, что дело рассматривается в суде, и суд будет принимать решение на основании действующего закона, то суду нужно понимать, о чем идет речь. Поскольку в данном случае должны соблюдаться права и законные интересы граждан. А они не конкретизируют, к сожалению, нам? То есть что значит создать безопасные условия труда? Любой ценой создать безопасные условия труда или разумными какими-то мерами? Это, наверное, предмет... Я понимаю, безусловно, что мы не можем просить, наверное, чтобы было создано безопасные условия труда, но тем не менее нарушающие какие-то именно требования санитарных норм. Но ведь они же для мужчин, эти условия труда, они вредные, да, вот класс вредности, но они допустимые для работы. Получается, что с точки зрения как раз запретной дискриминации, нам неважно как насколько они являются вредными. Если они допустимы для работы мужчин, значит они должны быть и допустимы для работы юстиции в данном случае, да. Юстиция со ссылкой на позицию комитета ООН по репет нации disc可люден касания женщин. То есть если они допустимы, они вредны, но допустимы для мужчин, значит они должны быть допустимы для женщин. Вот сегодняшние условия, да. При этом Вы указываете о необходимости обеспечения средствами индивидуальной защиты. Какими? Это важный вопрос, поскольку суд еще раз акцентирует внимание, что условия труда на рабочем месте обсуждаются. Очевидно, это можно конкретизировать таким образом, как посредством обеспечения современными средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства. Согласно требованиям действующего законодательства, это вредные условия труда. Там есть определенные ограничения и запреты. А вне зависимости даже при условии применения средств индивидуальной защиты? Нет, Вы должны конкретизировать. Какие? Ваши требования даже не уточненные, третий пункт, обязать создать в кратчайшие сроки безопасные условия труда на рабочем месте. Тоже какие безопасные условия труда? Это имеет существенное значение в случае его исполнения, если такое судом будет принято решение. Я понимаю, Ваша честь. Я именно поэтому говорил о том, что, наверное, мы ожидали, что это будет предметом обсуждения между сторонами. Может быть, как раз предложить ответчику пояснить, может ли он обеспечить... Вопрос в другом. В связи с чем у Вас не состоялось решение вопроса о мировом соглашении? Вы можете пояснить? Прежде всего, в связи с принципиальным нежеланием ответчика, как мы поняли, включаясь в мировое соглашение первый пункт, я как раз тоже хотел бы вернуться в этой части и пояснить, что, несмотря на то, что ответчик считает, что его действия были законными, соответствующими российскому закону на момент рассмотрения дела, мы с этим не спорим. Формально они были. Но, тем не менее, с учетом того, что обстоятельства изменились, признание незаконным нарушающим запрет дискриминации в сфере труда, это говорит не о том, что ответчик действовал на тот момент не в соответствии с российским законом, он говорит о том, что ответчик не учел нормы международного права в их столковании с соответствующим комитетом ООН. Поэтому нам не кажется, что включение этого требования или включение этого условия, мировое соглашение, каким-то образом здесь свидетельствует о каком-то злом умысле ответчика. По чему ответчика, представителя, по требованию к тому, почему вы не пришли к соглашению, какие вы решили? Ну, действительно, дело в том, что СТП считает, что на момент обращения Светланы к заявлению в 2012 году отказ ей приемной работы в законодательстве рулевого был связан только в первую очередь с тем, что СТП не готова была идти на нарушение действующего российского законодательства, потому что за нарушение международного законодательства санкции в виде административного штрафа, представителя действия лицензии не предусмотрены, а за нарушение действующего трудового законодательства предусмотрены серьезные санкции. В данном случае, так как в соответствии с действующим российским законодательством на данном должности труд женщин запрещен по каким-то причинам, мы не вправе это обсуждать, мы приняли такое решение, даже самими нарушать закон в плане приема Светланы на эту должность. В связи с этим мы считаем, что действовали мы в рамках правового поля, в рамках действующего российского законодательства, в части той, чтобы в последствии к нам не были применены санкции страны, нашего же государства. В части того, что мы допустили к работе, к вредным условиям труда, это должен женщина, потому что мы это не имели права делать. А какие-то варианты, которые вы предлагали, чтобы правило, вы сказали? Нет, ваше честь, к сожалению, не могу точно сказать. Что может быть тогда признать нарушающим за преддискриминацию в сфере труда незаконные убрать? У вас достаточно было времени, вы могли обсудить. Желаете еще этот вопрос обсуждать, поскольку действительно требования, которые сейчас заявлены и измененные, а не обсуждаемые в плане, поясняйте об этом, они более смягчены по сравнению с заявленными требованиями. Согласны? Да, лучше. Согласны. Есть необходимость обсуждать это сейчас? Да, может, мы можем, да. Вам требуется присутствие суда и СМИ? Я не знаю, даже, я думаю, что нет, мне надо не требовать. СМИ тогда мы... Ну, СМИ, наверное, я не знаю, это... Ну, это, конечно, древнее, это не судебное, я знаю, поэтому, пожалуйста, представите весьма пакет. Спасибо, что вы не с СМИ. Спасибо. Продолжение следует... Ну, в вашей части, проектное соглашение было уже написано, но оказалось, что, к сожалению, ответчик по двум требованиям не смог согласоваться с руководством, наверное, пояснится сейчас. Что для нас приемлемо является приемлемым в части признания незаконными или нарушающими какие-либо права Светлана Медвезева и наши действия, то есть, мы имеем в том, что, соответственно, является приемлемым третий пункт в части обязания создать обращающие сроки и максимально нормальную безопасность условий. Наше руководство категорично не признает первый пункт в части признания СПО вообще как каких-либо негативных воздействий на Светлана Медвезева и участников отказа. И второй момент, да, но непонятно, каким образом мы должны создать безопасные условия труда. Вы готовы уточнить в части 3-й? А мы можем, ваше честь, я прошу разъяснить в части требования исключительно мирового соглашения? Это, наверное, не совсем по второму и третьему требованию. Ну вот сейчас у судов уточнялась позиция представителя-ответчика, поскольку вот третий пункт непонятен в последней фразе. Во средствах обеспечения современные средства индивидуальной защиты. Судом задал вопрос вам. Вы готовы уточнить? Хорошо, если мы уточним. Вот поэтому суд и спросил, если вы уточните, вы готовы обсуждать с учетом уточнения, чтобы понимать, какие средства современной защиты? Ваше честь, я просто хотел бы, может быть, здесь нести ясность, ведь представитель-ответчика говорит о том, что по первому требованию в любом случае невозможно заключение мирового соглашения, поэтому, что решает, наверное, смысл дальнейшее обсуждение мирового соглашения. Понятно. Категорически против первого. Все, позиция участников процесса суду понятна. Суд предоставляет время для уточнения пункта третьего. В мировое соглашение все равно мы не пришли и не придем, наверное, в ЖЭП. Ну, я бы не стал бы так сразу крестовать. Ну, вы не хотите, нам принципиально это первое. Дмитрий, если оно что-то изменится в этом плане, мы можем все на себя оставить? Да, да, спасибо. Ну, все, хорошо тогда, ладно. Нам принципиально это первое. Я понял вашу позицию. У нас принципиально остается одно, это признание дискриминации, что она была в остальных, как бы, пунктов СРПП готова договариваться, там как-то варьируется. Ну, вот первый пункт они никак не хотят признать. Спасибо. На самом деле, важность этого, как раз, еще раз, наверное, повторю, что важность этого признания за это требование, она как раз связана с теми усилиями, которые были затрачены вообще на это дело, и целью которого является показать, насколько сложным является вообще отношение к дискриминации по признаку пола в трудовых отношениях, и показать то, что дискриминация означает не только какие-то явные, да, явные предвзятые отношения к людям, там, к цвету кожи, условно говоря, по наличию там регистрации, а дискриминация это и в том числе те действия, которые не связаны с умыслом. Ведь у СРПП не было умысла, как бы какого-то злонамеренного, да, умысла причинить вред Светлане. Но, тем не менее, понимая теперь уже, что требования, как что, они были неправы, и они неправомерно поступили с точки зрения как раз международного запрета дискриминации, как раз мы хотим, чтобы это, наверное, решение, оно показало, и значимость этой проблемы показала, что дискриминация это не только, собственно говоря, какие-то намеренные действия, но и дискриминация это и слепое следование требованиям российского закона там, где он не соответствует международным правам. Спасибо. Так, ну ладно. Работали. До 15-го. До 15-го. Верите? Наверное, да. Пересважайте со мной, пожалуйста, заранее, потому что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова